Итак, всех приветствую, это Антикризис, с вами Тимофей Мартынов и это подлинно созидательный канал на ютубе, других я таких не знаю, если вы знаете такие же полезные и интересные каналы, пишите мне комментарии внизу. Итак, о чем мы будем говорить в этой программе. Первая наша тема это мои впечатления о Петербургском международном экономическом форуме, который еще неделю назад завершился. Поговорим про такую непростую тему, как раковое заболевание. Это будет вторая тема этого выпуска, она коснулась меня, мою семью непосредственно и я хочу об этом немного подробнее рассказать. Конечно же в созидательном ключе. Третья тема это отмена виз в Евросоюз для Украины, очень щекотливая тема, очень обсуждаемая в Рунете сейчас. Четвертая тема поговорим по рынку, я расскажу о своих позициях не спекулятивных, они больше так инвестиционный и стратегический характер имеют и дам некое обоснование по этим позициям. Пятая тема это ситуация вокруг Катара. Дело в том, что на Ближнем Востоке назревает такая напряженная атмосфера и вот как раз обсудим, что к ней привело и какие последствия могут быть. Для тех, кто не хочет какую-то тему смотреть, может сразу в описании почитать оглавление и перепрыгнуть на ту тему, которая интересна конкретно ему. Я также напоминаю, что вам не обязательно смотреть этот ролик на Ютубе перед монитором, вы можете воспользоваться массой опций. Все ссылки внизу в описании, вы можете смотреть этот канал через РСС, слушать. Вы можете слушать этот звук через группу ВКонтакте, ссылка внизу. Можете закачать себе MP3-файл. В машине удобно слушать через iTunes, через ВКонтакт, опять-таки через флешку USB, через MP3-файл. И все эти ссылки внизу вы найдете. Последний момент, это спасибо всем, кто поддерживает этот канал. У вас есть возможность, если вам, конечно же, нравится содержание, если вы считаете его для себя полезным, если вы хотите, чтобы эта программа выходила в дальнейшем, пожалуйста, переводите раз в месяц 100 рублей. Первая ссылка внизу в описании, это как раз ссылка на сервис Donation Alerts, через который вы можете отправить те самые 100 рублей. Итак, начнем. Первая тема у нас, Петербургский международный экономический форум. Он, вы знаете, насколько я помню, уже 15-й, что ли. То есть, это уже, эти форумы берут довольно большую длинную историю. И, вы знаете, довольно оптимистично прошел. То есть, форум, это был мой второй форум, я был также в прошлом году. И поначалу мне показалось, что форум как-то закисает, что меньше людей, меньше движухи. На самом деле, мне кажется, это было субъективное впечатление, потому что я общался с многими, скажем так, спикерами этого форума в рамках интервью, которое я брал для телеканала 360. И, вы знаете, все они были оптимистичны, всем форум очень понравился, все считают его плодотворным. И даже у меня не было ни одного гостя, который бы был чем-то недоволен. То есть, даже в кулуарных беседах все были очень довольны, все считали, что этот форум действительно удался, что он стал более прогрессивным. Может быть, для кого-то он стал не таким плодотворным в части подписания каких-то контрактов, объем подписанных контрактов в некоторых регионах, например, был меньше, чем в прошлом году. Но, в целом, конечно, форум прошел в оптимистичной атмосфере, в духе антикризиса, что называется. И, вы знаете, я уже, честно говоря, делился впечатлениями об этом форуме. И ссылка на мое полное впечатление, я ее оставлю внизу в описании. Это будет одна из первых ссылок, которую вы найдете. И я также хотел обратить ваше внимание, что я взял для телеканала 360 примерно 15 интервью, 15 прямых эфиров. Они выходили все на телеканале 360 Подмосковье. И, если вам интересно эти интервью, я не буду предчислять ни спикеров, ни о чем эти интервью были. Вы просто, одна из ссылок внизу в описании будет на плейлист с моими эфирами. И там вы найдете все эти эфиры для телеканала 360. Немножко пролистаете внизу, и там все это будет. Ну, вот я уже сказал, что оптимизм зашкаливал. Немножко самую малость в рамках вот этих всех интервью оптимизм разбавил Сергей Катерин, глава торгово-промышленной палаты. Что такое торгово-промышленная палата? Это, по сути, лобби, ведущее лобби в России, которое лоббирует интересы бизнесменов российских. И я попросил Сергея Катерина сказать, какой бы посыл бизнесмены хотели адресовать власти. То есть, чего бы они от власти желали. И он однозначно совершенно отметил два пункта. Первое – это снизить контрольно-надзорную деятельность за бизнесом, что это действительно мешает предпринимательской среде в нашей стране. И второй момент – обеспечить большую безопасность предпринимательства. Он имел в виду, что у нас предприниматели не защищены от исков, уголовных дел, 15% из которых доходят до суда. Но пока идет этот процесс, бизнес можно успешно развалить. То есть, вот такие есть пожелания, что действительно у нас пока не все в этом плане гладко. Слишком много внимания на форуме было уделено блокчейну. Честно говоря, мне кажется, уже действительно назревает такое впечатление. Вы знаете, если вот наше руководство страны уже до такой степени увлеклось блокчейном, главное, чтобы они на этом блокчейне не зацикливались. Потому что блокчейн – это всего лишь какая-то технология, то есть, это даже, условно говоря, не интернет. То есть, вот есть интернет, который действительно произвел революцию. Это не интернет. Это, скажем, вот, к сожалению, не подготовил я надлежащие метафоры. Ну, не знаю, там, как система, например, электронных переводов. Делать какую-то национальную ставку на всего лишь какую-то технологию. Ну, наверное, да, конечно, надо иметь это в виду. Но надо понимать, что условия для роста благосостояния общества, они находятся в другой плоскости. В какой плоскости? В плоскости, конечно же, повышение производительности труда. Главным образом. Для того, чтобы повышать производительность труда, что надо делать? Надо производить масштабируемые продукты и товары, и услуги, которые можно экспортировать на Запад, на Восток, то есть, в другие страны. И для того, чтобы была возможность выпускать какой-то такой продукт, он должен быть конкурентоспособным. То есть, в первую очередь, надо развивать условия для повышения конкурентоспособности российского бизнеса. Стимулировать производство этих самых товаров и услуг, которые могут быть востребованы на международном рынке. И уже потом, в последнюю очередь, думать про блокчейн, как мне кажется. Потому что сам по себе блокчейн, вот эти первые две задачи, которые я озвучил, он не решает. То есть, это не является ключевым звеном в повышении благосостояния нашей страны. Ну вот, я уже говорил, что меня удивило, насколько блокчейн и звезда, можно сказать, вот этого петербургского форума Виталий Квутерин, основатель криптовалюты и вообще вот этой экосистемы, этого фреймворка Этериум. Потом парень 22 года сидел за одним столом с Шуваловым, с Никифоровым и с представителями Центрального банка. А потом, после этой пленарной дискуссии, взял и пошел на встречу с Путиным. То есть, то, что наша власть так активно общается с прогрессивными, так сказать, тенденциями, это, в общем, наверное, приятный знак. Но я бы тоже здесь предостерег, наверное, не стоит увлекаться этим прям на 100%. И надо вот и о традиционных вещах не забывать, в том числе о тех, о которых говорил Сергей Катерин. То есть, снижать давление на бизнес. Окей. Давайте теперь расскажу про неприятную тему, о которой мало кто из молодых людей задумывается. Это раковые заболевания. Дело в том, что, ну, действительно, и меня, в частности, эта тема, ну, никак не волновала. И честно скажу, что я всегда считал себя счастливчиком и думал, что всякие вот такие напасти, ненастья, проблемы со здоровьем, они меня обязательно в будущем обойдут стороной. Но пока, к счастью, я достаточно молод и лично мне пока не пришлось столкнуться с такими проблемами. Но вот есть у меня в моем ближнем семейном кругу человек, который столкнулся с этой проблемой. Я бы хотел в двух словах рассказать, что произошло. Человек этот почувствовал недомогание в ноябре прошлого года. И долгое время вот это недомогание, какая-то немного повышенная температура, то есть, не могли понять, что это. То есть, думали сначала, что это гастрит, язва какая-то, желудка. И, может быть, кто-то даже говорил, что это межрёберная невралгия. Представляете, межрёберная невралгия. И человек ходил несколько месяцев по врачам, ходил на работу. И только вот спустя полгода, когда уже все опции были исчерпаны, а симптоматика как-то нарастала, оказалось, что это рак кишечника. И оказалось, что это довольно запущенный рак, что это уже четвёртая стадия. И самое главное, и что неприятно, то, что непонятно, что с этим делать, куда идти. Потому что все государственные центры, они там большие очереди. Представляете, у человека симптоматика развивается, причём развивается по экспоненте. То есть, начинают вылезать неприятные всякие эффекты, явления. И вот человек сидит дома и не знает, что делать. Непонятно, куда идти. Да, вас записывают на 2-3 недели вперёд, на приём, только на приём к какому-то врачу в раковом центре онкологическом. И что делать эти 2-3 недели? Хотя человек уже сейчас очень сильно недомогает. И встаёт остро такая проблема. И первая, конечно, проблема, с которой я начал, это проблема ранней диагностики. То есть, действительно, если бы у нас хоть как-то была развита диагностика прогрессивно, причём не только точечно где-то, да, вот вы знаете врача, к которому можно пойти, который поставит вам правильный диагноз. А развита таким образом, чтобы вы в любую клинику могли прийти и чтобы вам достаточно скоро сделали правильные все процедуры и правильно определили источник ваших проблем. Вот. И, честно говоря, вся эта история даже натолкнула меня на идею о том, что у нас действительно не хватает пускай даже частных каких-то медицинских центров, но с нормальными врачами. Прямо я даже начал просчитывать бизнес-модель создания вот такого лечебного заведения, в котором бы был сделан большой акцент на диагностику. Мне прям реально захотелось этим заняться, потому что в первую очередь захотелось помочь тем близким людям, которые у меня есть, для того, чтобы чуть какое заболевание сразу можно было быстро определить проблему и направить человека на соответствующее лечение. Ну, в общем, вернёмся к тому тезису, с которого я начал. Мало кто задумывается сейчас в молодом возрасте о том, что ему придётся столкнуться с этой проблемой. И ещё раз хочу подчеркнуть важность своевременной диагностики. Вы знаете, у меня есть, скажем так, по моему плану, что когда мне стукнет 40 лет, я буду каждый год обязательно в обязательном порядке в одно и то же время делать полную диагностику, чтобы, не дай бог, что-то, если возникает, как можно раньше это обнаружить и начать лечение. Потому что чем раньше вы это обнаружите, тем выше вероятность благоприятного исхода в дальнейшем. Что ещё важно? Ну, проблемы с моим близким человеком, они сейчас, ну, как сказать, то есть, человеку начали химиотерапию, он начал сильно угасать, потому что химиотерапия убивает, в общем, и органы, и какие-то здоровые процессы в организме. Вот, и человек, конечно, сейчас находится в очень удручающем состоянии. И само это лечение, и пребывание в онкологической клинике платной, представляете, я назову цифры, ну, стоит сам диспансер с какими-то минимальными процедурами, которые там сейчас проходятся, 10-12 тысяч рублей в сутки. То есть, представляете, от 300-360 тысяч рублей в сутки. И где брать эти деньги, что с этим делать, ну, это уму непостижимо. То есть, ну, человек, который нет денег, ну, если у нас зарплата в России есть по 15 тысяч в месяц, а тут онкоцентр, 10-12 тысяч рублей в сутки. В сутки, а не в месяц. Я писал книгу 3 года, и заработал мой гонорар, составил чуть больше 50 тысяч рублей. То есть, это хватит для того, чтобы с раком пролежать 5 дней в онкологической клинике. Вот. Ну, хотел, может быть, вызвать вас на дискуссию, если кто-то сталкивался с такими проблемами. Расскажите, пожалуйста, как вы решали эти проблемы. Ну, вот я конкретно сейчас говорю про Петербург, потому что мой близкий человек находится в Петербурге. И человеку, кстати, этому 65 лет. То есть, ну, уже такой приличный возраст. И второй вопрос у меня к вам. Если, может быть, среди вас есть врачи или люди, которые знакомы с этой тематикой, расскажите, как вам кажется, как лучше диагностировать своевременно такие вещи, где лучше проходить обследование, сколько это обследование стоит. Потому что я для себя ответ на эти вопросы еще не нашел. Но вот первое, что у меня пришло в голову, это то, что надо свою маму отправить на диагностику, чтобы, не дай бог, что-то там не было как в каком-то запущенном состоянии. То есть, и каждый год регулярно эту диагностику проводить. Еще раз вернусь к началу и скажу, что, вот представьте, допустим, это видео посмотрят 6 тысяч человек. 6 тысяч человек. По статистике, тысячи из этих человек в конечном счете закончат свою жизнь от ракового заболевания. То есть, представьте, каждый шестой в мире сейчас умирает от рака. Не надо думать, что вас эта проблема минует. То есть, важно знать, быть готовым и делать своевременную профилактику. То есть, рак, он излечим во многих случаях. И очень важно именно вовремя начать правильное лечение. Важно также знать информацию, которая говорит о том, что способствует раку и что ему препятствует. Так вот, в одной трети случаев, я понимаю, что это немного. То есть, это лишь треть. Но, когда речь идет о жизни, о риске для жизни, то это становится очень существенным. Пятью основными источниками риска, которые вызывают рак, являются. Это высокий индекс массы тела. То есть, избыточный вес. Низкий уровень потребления фруктов и овощей. Ну, вот как раз это может приводить и к раку кишечника. Отсутствие физической активности. Употребление табака и употребление алкоголя. Вы помните, что в одном из антикризисов я рассказывал, что перешел на новый уровень ЗОЖ. На новый уровень здорового образа жизни. Я рассказывал об этом ЗОЖе. И это как раз было связано с тем, что я узнал, что мой близкий человек заболел раком. И я почитал, что этому способствует решил исключить это из своей жизни. В частности, вы знаете уже, что я отказался от употребления табака полтора года назад. Год назад от употребления алкоголя. Это еще не связано с этой историей. Но решил отказаться от жареного и от сладкого. Это то, что приводит к образованию лишнего жира. Это вот эта мусорная еда. И вы знаете, что в США, например, люди очень сильно злоупотребляются едой. И это способствует тому, что количество раковых заболеваний в США чуть ли не максимальное вообще среди всех остальных стран. Ну и последний момент. Употребление табака является самым значительным фактором риска развития рака. На который приходится почти 22% глобальных случаев смерти от рака. Я бы не хотел, конечно, вас пугать всей этой статистикой и всеми этими цифрами. Я просто хочу, чтобы вы знали, что этот риск, он очень реальный. Что обязательно вам, к сожалению, придется столкнуться либо на себе, либо на примере кого-то из ближайших родственников. Я надеюсь, конечно же, что вам удастся этого избежать. Но вы должны быть готовы к тому, что это может случиться. Поэтому профилактика и своевременная диагностика. Имейте это в виду. Потому что здоровье – это главная ценность в нашей жизни. Продолжаем антикризис. Следующая тема – это украинский безвиз. То есть для жителей Украины официально уже наступило безвизовое состояние со странами Европы. Это, конечно же, приятная новость для жителей Украины. И я надеюсь, что формальная отмена визового режима не приведет к тому, что усилится контроль на границах. И в целом, вы знаете, что самое главное, я бы хотел отметить. Меня, конечно, поражает вот это ёрничество в Рунете, в российском интернете на тему того, что для украинцев отменили визы в Европу. Потому что чувствуется и зависть, и какое-то злопыхательство на эту тему. И я бы хотел вас предостеречь от этого, господа. Нам всё-таки, мы должны быть интеллигентными людьми, доброжелательными людьми. И не надо питать никаких чувств негативных, причём безосновательно каких-то негативных, да, к нашим соседям. Давайте порадуемся. Порадуемся за жителей Украины. Можно сказать, наш братский народ. Ну, во всяком случае, раньше так считалось. Потому что, если бы мы оказались на их месте, я думаю, это была бы приятная новость. Приятная, может быть, далеко не для всех. Потому что ездить в Европу недёшево. И понятно, что средние доходы украинцев, они ещё меньше, чем в России. И получается так, что вот эта мера, она скорее, по сути, ничего не меняет. Потому что хорошо отдыхать будут в Европе те же люди, кто и раньше это без проблем делал. Просто у них будет меньше административных барьеров. Ну, и второй стороной отмены визового режима будет, скорее всего, конечно же, увеличение миграции из Украины в Европу. Трудовой миграции. Поскольку, как я уже сказал, проблемы с доходами там довольно ощутимые. Я бы всё равно, то, о чём я говорил с самого начала, предостерёг вас от какого-то проблемы у меня с словарным запасом. Всё никак слово не подобрать. Вот это злоязычество, зловысказывание, злописательство в интернете. Потому что тема и на Smart Lab набрала огромное количество и постов, и комментариев, где люди выражали сарказм на эту тему. Господа, ну, давайте будем прагматиками. Будем надеяться, что Украина и для России рано или поздно введёт безвизовый режим. Хотя я не уверен, что с точки зрения национальных интересов России это хорошо. Почему? Почему? Честно скажу, если бы не сдерживали меня визы в Европу, я бы уже, ну, поскольку я живу в Петербурге, здесь в непосредственной близости на машине можно доехать там за три часа до Финляндии, до Эстонии. Если бы не было визового режима с этими странами, я бы уже давно туда съездил и потратил бы на территории этих стран европейскую валюту, то есть я бы купил на свои рубли евро, потратил бы чуть-чуть денег в Финляндии, потратил бы чуть-чуть денег в Эстонии. Ну, честно говоря, Финляндия меня не столько интересует, мне вот интереснее больше в Прибалтику было бы съездить, честное слово. Вот. Но, тем не менее, это деньги, которые я бы оставил в этих странах. И тот факт, что эти страны поддерживают визовый режим с Россией, фактически ограничивает возможность меня потратить у них свои деньги. И кто от этого выигрывает, я или они? Ну, скорее всего, не они точно. Так что здесь такой неоднозначный вопрос, потому что не поеду туда, поеду на курорты Ленинградской области, скажем так, или на какие-то другие российские курорты. Честно говоря, вот эти визы для Европы, ну, я не знаю, как часто вы ездите в Европу, я, например, делаю это нечасто, совсем нечасто. И, честно говоря, для меня поехать с семьей в Европу это дорого, потому что бюджет такой поездки наверняка составит более 200 тысяч рублей. Это те деньги, которые бы я не хотел просто так выбрасывать на отдых. Вот. Так что так. Хорошо. Немножко затронули эту тему, я надеюсь, ну, я не расстроил вас своей такой, ну, можно сказать, какой-то голословной позиции. Будем надеяться, что виза для нас отменят, станет небольшим удобством, но и говорить что-то плохое про украинцев, ну, давайте не будем. Давайте будем оставаться доброжелательными все-таки людьми. И не будем, конечно же, завидовать нашим соседям. По рынку. Первое, что я бы хотел сказать, ну, здесь надо отдать должное, я же комментирую, рассказываю о своих позициях в эфире антикризиса. И надо отдать должное, что все эти позиции на данный момент не являются особо удачными. Ну, вы все помните, я в феврале несколько эфиров даже посвятил этому, что я покупаю доллар ниже 60. Первая моя покупка составила 59.30. И с тех пор я по чуть-чуть, потихонечку покупал доллары. То есть, ну, действительно, сейчас существуют условия для покупки валюты. Прошло уже 4 месяца. Единственное достижение за это время, это то, что доллар не упал слишком сильно с тех уровней. Потому что, ну, 59.30 была моя первая покупка, потом он падал ниже, я подкупал еще. Ну, и понятное дело, что там не произошло мгновенного разворота. Хотя я, честно говоря, не думал, что мы будем так долго топтаться на тех уровнях, на которых мы стоим. Для меня совершенно очевидно, что равномерный курс доллара, объективный, он находится где-то в районе 60-62. Вот, но, конечно, то, что доллар находится там, где он находится, тоже продиктовано какими-то, возможно, временными, но объективными причинами. То есть, действительно, происходит падение импорта, профицит торгово-платежного баланса в России, он положительный. И, соответственно, денег в Россию приходит больше, чем уходит из нее. Это вызывает укрепление курса российского рубля. Кстати говоря, на буквально прошлой неделе министр промышленности Денис Мантров назвал оптимальный курс рубля для российской промышленности и сказал, что этот курс составляет 62 рубля. Это на 8% по доллару выше, чем текущий курс. По его словам, укрепление рубля до 53-55 рублей за доллар может привести к стагнации части проектов. Я не буду развивать эту тему, потому что тема очень дискутируемая. Лично я считаю, что, конечно же, для России выигрывает от заниженного курса рубля. И в целом, стратегически, исходя из долгосрочных интересов нашей страны, это более полезная вещь, чем завышенный курс рубля, который мы наблюдали, например, до 2008 года. Пока держу эту позицию. Скажем так, конечно, самый главный риск для этой позиции, это то, что цены на нефть пойдут вверх. Пока вверх они не идут. Но и надо отметить, что у нас довольно серьезное отклонение сейчас по нефти, номинированной в рублях. Нефть номинированная в рублях на минимальных уровнях за последние два года. И это, конечно же, все больно для российского бюджета. Тем временем, Минфин вот эти все четыре месяца продолжает покупать валюту. Но, как мы видим, это не сильно влияет. Может быть, это как раз несколько сдерживает доллар от дальнейшего падения. Но на общую ситуацию на валютном рынке это влияет не сильно. Следующая моя убыточная позиция. То есть, первая, доллар. Ну, она, скажем так, убыточная, но не сильно. Потому что сильно доллар вниз не пошел. Кроме того, я начал подкупать на низах американскую валюту. И, кстати говоря, если бы я был настроен спекулятивно, то я бы уже имел возможность несколько раз закрыть эту позицию в плюс. С учетом тех покупок, которые я сделал внизу. Газпром, Сургут, Нефтегаз и ФСК, ЕС. Я держу сейчас эти акции. Это тоже не совсем однозначные инвестиционные идеи. И подробно я их рассматривал в видео в лекции. Фундаментальный анализ, часть вторая. Вы сможете найти на моем канале на YouTube. Ну, просто вот там несколько видео назад. Как раз эта лекция была опубликована. Я еще добавлю, что купил акции Сургут, Нефтегаз привилегированные. Они упали также до минимальных уровней за последние два года. Там я их немножко подкупил. Главная причина в том заключается, что я вижу, что доходность этих бумаг в следующие несколько лет может быть выше среднерыночной. Поэтому мне показалась эта бумага интересной. В целом, по акциям я достаточно оптимистичен с учетом той информации, которую мы располагаем на данный момент. То есть, если, конечно, придет какая-то новая информация, мой взгляд может измениться. Но пока мы видим, что у нас инфляция падает. Вслед за инфляцией ставки снижаются. Экономика медленно-медленно, очень маленькими темпами, но постепенно восстанавливается. И ставки продолжают снижаться. Это означает, что ожидания по доходности продолжают снижаться. Ну, а в целом дивидендная доходность российского рынка остается достаточно неплохой. И настолько неплохой, что есть еще простор для роста самих акций. Рекомендую почитать инвестиционный план Олега Клоченко. Ссылка внизу в описании. Это некая вот такая стратегия, которая по духу очень близка к тому, что делаю, в общем, и я. Кстати говоря, я на Smart Lab подвел итоги первого квартала. Ну, такие предварительные итоги. Там у нас порядка, ну, по тем компаниям, которые мне попались на глаза, порядка 90 компаний отчитались. Может быть, не 90, а 85. И большинство компаний пока отчитываются в плюс, то есть порядка 80% всех компаний отчитались в плюс. То есть улучшили результаты по сравнению с первым кварталом прошлого года. Самый лучший сектор у нас это, что вылетело уже из головы, самый лучший банковский сектор. То есть все банки, которые попали в поле моего зрения, улучшили свои квартальные результаты. Также у нас неплохо чувствует себя металлургический сектор, черная металлургия. Самый худший сектор это, пожалуй, удобрения. То есть действительно конъюнктура на рынке удобрений качнулась в негативную сторону. За год она изменилась в худшую сторону. И квартальные результаты по всем производителям удобрения ухудшились. По телекомам у нас негативный тренд идет в целом. По мобильным операторам. Но остальные сектора у нас чувствуют себя разнонаправленно. И последняя тема этого выпуска это Катар. У нас буквально на этой неделе ближневосточные страны объявили Катар персоной Нонграда. Скажем так, разорвали все дипломатические связи с этой страной. Формальных причин было, наверное, две. Это то, что Катар якобы спонсирует террористов на Ближнем Востоке. И вторая тема это то, что Катар начал более тесно сотрудничать с Ираном. Честно говоря, мне сложно судить, что там на самом деле происходит. Я не являюсь экспертом-востоковедом. И единственное, на что я хочу обратить внимание, то что понятно, что скорее всего внутри ближневосточного региона существует какая-то внутренняя конкуренция между этими странами. И они как раз объединяются в рамках этой конкуренции в коалиции. Вот Катар объединяется с Ираном. Саудовская Аравия объединяется, не знаю, с Ливией, с Бахрейном. ОАЭ, да, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Вот, и они там друг с другом вступают в напряженные отношения. Единственное, что, наверное, стоит отметить, то, что Катар является, наверное, российским другом, скорее. Потому что фонд Катара инвестировал в Роснефть в рамках приватизации. Это раз. Ну и второй момент, который я бы хотел отметить, это то, что Катар является одним из основных экспортеров жиженного природного газа. Поэтому в случае каких-то реально серьезных санкций против Катара, серьезных геополитических рисков, может быть так, что экспорт этого жиженного газа несколько ослабнет. Ну и, конечно же, это может положительно повлиять на цены на газ, которые в целом сейчас и в течение последних лет находятся все под большим и большим давлением. Собственно, ну вот сейчас акции Газпрома падают. Ну, если вы посмотрите просто реально на ситуацию на рынке газа, это все очень связано с мировыми ценами на газ, которые все это время продолжали падать. Находятся они под давлением. Собственно, Газпром, по сути, по этой причине и продает, наверное. Окей. Буквально два слова про нефть. Мы видим, что запасы нефти в США сейчас, пожалуй, снижаются быстрее, чем год назад. То есть, в США сейчас с начала нового автомобильного сезона довольно хорошо с потреблением бензина. ОПЕК у нас, ну, это уже известная история, да, что ОПЕК сократил добычу. В целом, это привело рынок нефти в сбалансированное состояние. Добыча США сейчас на максимальных уровнях за последние два года. Но вот в последние недели, по данным, которые публикует Минэнерго США, мы видим, что добыча расти перестала. Будем, конечно, дальше на смарт-лабе следить каждую среду за этими данными. Но вот видно, что последние 2-3 недели несколько заглох этот рост добычи. Кстати говоря, вот за это время, что растет добыча в США, она как раз увеличилась от своих минимальных уровней за последний год на 800 тысяч баррелей. Это примерно соответствует тому сокращению, которое произвело ОПЕК с другими странами, добывающими нефть вне ОПЕК. Так что рынок нефти сбалансирован. И мы видим сейчас такие зигзаги начались на рынке нефти. Она то растет несколько дней подряд, то падает несколько дней подряд. Но лично у меня ожиданий каких-то больших по рынку нефти нет. Там просто диапазон. Сколько диапазон продлится, я не знаю. Но в целом я, конечно, пока настроен достаточно скептически в отношении нефти. То есть я не жду какого-то роста. Ну и, соответственно, из этого вытекает, что я пока-пока буду продолжать удерживать длинную позицию по доллару против рубля. В надежде где-то закрыть ее повыше на несколько рублей. А, и забыл рассказать про свою последнюю позицию. Последнюю позицию это Short S&P 500. Я сразу скажу, что у меня есть общее впечатление, что американский фондовый рынок здесь где-то находится в своих максимальных отметках. Это может быть ошибочная абсолютно гипотеза. Потому что мы имеем дело с очень мощным аптрендом в США, с очень низкой волатильностью. Но периодически возникают такие технические сигналы к тому, чтобы открыть короткую позицию. В надежде на то, что последующее падение американского рынка будет существенно больше, чем тот риск, который вы закладываете на стоп-лосс. То есть, это позиции, можно сказать, такие стратегически-спекулятивные. Потому что, ну вот, три раза я пытался открывать короткую позицию по S&P. Первая позиция была открыта в марте еще. Я ее держал больше месяца. В итоге американский рынок топтался, топтался на месте. И эту позицию я закрыл практически в ноль. Следующая позиция была открыта месяц назад. Там был такой день большого падения по S&P 500, связанный с вот этой историей вокруг импичмента Трампу. История ничем не закончилась. Американский рынок акций начал потом расти и рос несколько дней подряд. Ну, там, чуть ли не полторы недели подряд. И тоже пришлось эту позицию закрыть. На сей раз в убыток. И вот в эту пятницу я снова открыл короткую позицию. Стоп где-то вот у максимума пятничного. Был очень такой интересный технический паттерн. Рынок сначала пробил максимум, потом там не удержался. Довольно быстро, стремительно все это слили. Падал сильно технологический сектор. Но вот пока постою в этой позиции, если меня, конечно, не выкинет. Потому что риск здесь у меня везде ограниченный. Так, всем спасибо, кто смотрел эту передачу. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Рад был вас всех видеть после небольшого перерыва. Перерыв был связан с тем, что у меня было много дел. Соответственно, приходилось решать вопросы. В том числе и те, о которых я здесь рассказывал. Я решил сделать себе небольшой выходной в прошлый понедельник. Я надеюсь, что у нас дальше все будет по плану. Я буду выходить в эфир в прежнем режиме. По понедельникам или вторникам. По вторникам, как всегда, железно на радио Медиаметрикс. Каждую неделю. Все, на этом спасибо. Время наше закончилось. Таймер мой сработал. Всем удачи. Не болейте, пожалуйста. И будьте счастливы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok